как всем привет мы начинаем наш прямой эфир и здесь наша новенькая девочка сансара которая у нас в простонародье так сказать саня она откликается на ее имя санечка вот немножко дошла пока не хочет дальше идти гулять гуляет она на поддержке вот лапку и прооперировали ним были обе лапки вот такие вот сейчас эта лапка пряменькая лапочка заживет и потом будет операции на вторую лапку вот мы решили что она похожа на мишу мордочкой вот она сказала что у нас очень вкусный снег вот мы решили что мордочка она очень похожа на мишку тоже такая конопушка да зайчушка конопушечка такая сладенькая все девочка идет гулять а я иду дальше вам показывать всех наших медвежат сейчас как раз дойду до миши который который у нас похож на сансару может быть они какие-то конечно же дальние родственники это мы уже никогда не узнаем клемм у них нету у нас сегодня я не знаю как я буду ходить иду не очень если буду падать их буду материться потому что на улице пипец гололед вот а вот и мишаня наш идет миш покажи мордочку конопушную свою а покажи ну похож да похоже смотрите о саню маленький хорошенький такой носик у него хороший миша рабочий он делает что-то перед чтобы сделать на тене стил некоторым вольер и потому что ну гололед кому сложно спускаться выходить из вольеров для сделать такие небольшие мостики помосты скажем так вот идем дальше у нас новая пара на проекте здравствуйте здравствуйте антон и рона антон первый мужчина в жизни роны который сказал если женщина тише будь и она не ведет себя так вот нагло как она так пацаны успокойтесь кого-то гнобила кайса недавно гнобила вот сейчас у нас рокировочка такая и он ее немножко приструнил дарон так бывает антоха ты тебе сказал свое мужское слово так сказать вот такая вот у нас прекрасная пара рона и антон мои деточки тимой котики такие хорошенькие да вот они котики хорошие все вон света нам пишет привет привет с наступающим новым годом самого самое лучшее место на свете слушали дает она про нас добрый день рон чего так яшка яшка цыган до золотым зубом у нас и наш прекрасная юльгиз из донецка до яшка с бензоколонки до яш там что-то сансара легла не видно отсюда идти не хочет легла на спину вот тут у нас тусовка такая из пар до рона антон юля яша хорош пацаны давайте без вот этих вот ваших разборок на ваших разборок так идем дальше или ползем где еще есть немножко песочка еще можно как-то идти я сегодня вышла утром из дома 8 утра и у нас в москве был дождь вот не просто там когда снежок потаивший до падает а просто дождь и я вышла в угах и это к болин да шархан писалишь и вот рассказываю я вышла я думаю блин сегодня 30 вообще-то декабря и завтра новый год и просто все тает вот этот дожди упрям дождина и мы уже когда поехали я сегодня забрала вику фотографа поэтому у нас ну относительно скоро будут новые фотографии новых ребят кто у нас подъехал где-то в ноябре декабре вот я заехала за викой и мы ехали где-то уже наверное в области уже когда мы проехали там километров 50 от москвы дождь вот ну такой перестал как раз он стал моросить и вот уже ближе к чехову он перестал идти но я немножко конечно была обескуражена так сказать погодными вот этими вот катаклизмами до 30 декабря я помню в каком-то году лет наверное ну не 10 лет может быть 8 7 назад 6 трава была прям зеленая у нас на новый год вот москве была трава их вышли с собакой гулять 1 января рано утром и просто на траве лежали хлопушки всякие фейерверки вот эти вот конфетти это конечно вообще но потом правда мороз был 27 градусов где-то не через недельку и у нас тоже в понедельник будет завтра уже минус 6 и в понедельник у нас уже минус 15 будет конечно каток гололед вот ну ничего зато хорошо что сейчас нету дождя потому что я если честно думала что я думала что буду ввести прямой эфир под зонтом потому что ну вот в такой иди сюда иди сюда потому что в такой вот дождь когда тебе и в лицо и в телефон там везде как бы ну невозможно поэтому я думала что эфир буду вести под зонтом но пока вот как бы слава богу у нас хотя бы сухо ну очень скользко у нас вообще солнце снегом и не пахнет у вас это где какой-то южный регион света пишет это просто север никто в этом никто в эту воду в этом году наверно не приехал как амур под новый год морозе не привезли нам севара привезла морозе уже в ноябре так что спасибо и снежок вот пока у нас северя не планируется пока мест нет нас сейчас резервное место заняла донара под сансару мы место планировали а вот это наш красавчик он как бы в кабарде не это пишут снега и солнце а вот а это наш наш красивый иди сюда это наш красавчик оникс оничка оничке уже зажило не зажило а отросла шортка и вообще даже не видно что была операция на лапку дамая зонку тимусь лодки они вообще прекрасный парень очень прекрасный такой хорошенький до лапку мы починили за лапку спасли сегодня хорошо так что черный бриллиант пожалуйста кто любит черных у нас есть вот такой вот черненький парнишка это били здравствуйте беляш здравствуйте я пока без вкусняшки я без вкусняшки попозже заберу копытце для тебя хорошо мой зайчик кот этот койота писец воду ты мой певец ты мой певец да сладусечка обили мы называем койота писец потому что у него голова койота и тело писца очень такой пушистый хвост весь такой пушистый о все возмутился что без вкусняшек мать подошла так свет из нижневартовской наш поставщик белых алабаев пишет желаю очень много хороших пристройств семьи в начале года чтобы места для северян появились до света нам пытается в парить еще двух алабаев один из сургутского отлова который где сидел айк и один из нижневартовска где собственно была севара и амур вот ну пока да пока у нас мест нет нужны пристройства и чё я вижу сейчас прикол у нас грунтовые воды о господи вот вы посмотрите я не знаю что с этой собакой не так вот вольер билли а вот грунтовые воды у тамерлана я не знаю как он месяц грязь постоянно намешивает да и постоянно как поросенок вот ты завтра будет мороз и у тебя колом блин вся эта грязь на тебе встанет а чучундра маленькая чучундра этот тамерлан вот он такой мальчик очень ласковый очень хороший хорошенький вот такой воду сладкий наш ребеночек сладкий такой но не ребенок он взрослый он очень маленького телосложения такой небольшой активный это его габариты связаны с недостатком получения питательных веществ в детстве потому что кто помнит историю у нас есть еще хэштег алабай из ада все через нижнее подчеркивание и и вот когда был день стольника недавно тоже выкладывала в клеточке как он там сидел в клеточке сколько он в этой клеточке жил непонятно самого рождения или нет вместе с уже они там были вот и вот такой немножко не до развился скажем так в габаритах но когда мы его забирали мы делали ему полный чкап организма и у него с здоровьем все хорошо вот у него все в полном порядке сердце там суставы все это мы проверяли делали все рентгены все у него нормально да тамик и самое главное что он лает такой по-взрослому поэтому на звоночек такой на участке нормальный будет это наш ильнурчик ильнурчик как твои зубки а точнее их отсутствие да зайчик вот мы ездили двадцать восьмого числа в четверг значит среду вечером уже пол полодиннадцатого написала мне врач что на завтра есть место появилось были записаны на 11 января этот тамик что-то там моросит да тамик вот мы были с ильнурчиком записан на 11 января потому что не было записи и вот врач мне написала в среду поздно вечером что есть место на завтра на готовый лнура принять вот мы быстренько организовались как бы и мы организовались очень хорошо потому что у нас и нашлось кому свозить ильнура и собрали деньги а вот полностью закрыли его вот поэтому все еще с ульнурчика там затянется шов и мы надеемся что вот эта вот история здесь помните было под глазиком такая шишечка очень надеемся что больше у нас это беспокоить не будет ильнурчик молодец в клинике он орет орет смотрите как прям такой бас у нас топчет топчет себе его надо на какую-нибудь эту винодельню питать виноград как этот андреан чилинта на фильме вот короче почему ильнура все нормально а в клинике он велся дамик дай поговорить блин а таник вот в клинике он вел себя хорошо очень такой прям и от наркоза быстро отошел и все прям прошло тху 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 вот поэтому прям вот не иначе как новогодним чудом это в принципе назвать вот наши черныши так сказать да цезарь цезарь лайка и мокко моконус мальчик черненький тоже хорошенький такие ребятки сидят у них еще есть внутри эти другие они вместе все гуляют хорошо идем дальше гультом кто-нибудь еще сидит голь там кто-нибудь есть еще кто-то здесь консидит да а никого все за не идем давайте посмотрим сейчас нику с соломоном наших спинальников вот их транспорт вот у нас идет уборка у артур приехал наш наш дорогой друг артур так отлично познакомим его с нашим другим артуром артур от бабушка грейс кто-то у нас по моему спрашивал в каком-то эфире я не показала бабушку грейс вот она пожалуйста мой хороший спит спит вот они наши хорошие некой соломон да да вот они зайчики наши идем дальше так до зумы нет в инстаграме сейчас онлайн ага ага рабочий спросил на ю тубе идет ли сейчас трансляция я сказала что у нас трансляция идет на в инстаграме то есть у нас какая система обычная у меня я не знаю я так привыкла я как-то пыталась на ю тубе сделать ролик ну начать эфир с ю туба но там что-то было со связью вот поэтому мне привычнее всегда значит начинать эфир с инстаграма потом я его сохраняю выкладываю на youtube и ссылку на youtube уже прикладываю на вконтакте и в telegram вот и все уже потом смотрят в повторе многие пишут привет привет рыжики рыжики сладусики такие вот это хюрэм это таро вот многие пишут как попасть на ваш прямой эфир как бы да вот именно онлайн но на самом деле это как бы никогда не предсказуемо когда я его начну я пыталась как-то раньше когда инстаграм у нас был более развитой сетью я пыталась как-то анонсировать эфиры что там через час будет эфир еще через сколько-то там но какие-то все время обстоятельства я же здесь не только эфирами до занимаясь все равно пока обошел пока с кем-то поговорил пока то все и такого нету что я восток это начинаю там эфир да как бы я не могу никогда под это подстроиться поэтому уже в основном все смотрят в записи но я всегда говорю что если у вас есть какие-то эфир вопросы по итогам эфира вы можете их написать в комментариях посту с эфиром и я по возможности всем отвечаю ну мне кажется что я отвечаю процентов на 90 сообщений если я их вот ну как бы увидела то я ответила где-то если только через очень много дней я уже конечно не лазил там в дальние сообщения не мониторю вы чё там слиплись стоите ржули ржули на видеть сюда ржули на такие вот он хороша идите давать ну зайчики поставь в инстаграм оповещение и как только эфир начнется сообщение приходишься до к спец прямом эфире это будет это будет оповещение только же по инстаграмовским то есть те кто тусит вконтакте или в телеге они не увидят это оповещение не зайдут правильно же ну короче надо подумать напишешь потом как это сделать вот наташа цезарь пишет что здесь в этом в этих апартаментах жили раньше ее собаки цезаря кроха вот наташа к нам привозила на момент строительства дома вот дом построила собак забрала ему теперь я в инстаграме вижу периодически их лухари жизнь них там и выгульник и в доме они тусуются и в общем все у них хорошо вот временный дом был временным и теперь все хорошо вот рыжий значит туда что-то смотрит кто-то там что-то ходит значит валуше еще один рыжий вот ты мой крошечка такая сиди детинушка иди сюда ты моя рыбка такая большая господи какой это огромный пес какой он прекрасный а валуш вот так его можно прям жамкать жамкать да получше нас прямо относится к гигантам да собака гигант тебе сейчас приду кто там сидит кайс там сидит классик сидит ну все бал уж я пошла дальше ты мой прелесть иди сюда иди сюда от решетки отойди чтобы так покажи мордаху свою в эфире господи что напугал ты такая кайс там хочет внимание кибару же такой сладость воду сладость кибару кайс что и такое кайс у нас вот сидит здесь ботиночке сидит кайсу надо делать операцию операцию нам насчитали в медведь 40 тысяч рублей плюс ему надо будет там повторять естественно анализы освежать сердце ну они сейчас делают операции собакам до пяти лет без проверки сердца но мы как-то опасаемся без проверки потому что помнится нам когда у нас симбу хотели кастрировать и тоже мы хотели ну не мы хотели некоторые люди его без проверки сердца кастрировать мы настояли на проверке оказалось что у него порог сердца поэтому все-таки конечно сердечко банан проверяет ну и плюс у нас сейчас пока нету теплых мест у нас нет теплых мест и денег вот пока это два как бы две причины почему мы пока не делаем кайсу операцию на лапку сюда у нас пересадили сюда нас пересадили эрика эрик у нас прекрасный такой беляш да прекрасный беляш с розовым носом вот он да я так и знала что сейчас так сделай привет вот а лапик у нас сидит сейчас в доме в клетке потому что у него ограничение подвижности вот из-за операции на лапе соответственно сейчас в ограниченном пространстве трусит красавчик эрик очень шикарный пес лорд саладой да здрасте привет привет мои красавчики лордик лордик зайка и алада зайка у алады такие прекрасные глаза такой не ставь и лапу на голову господи хорошая парочка в общем лорд хорошая парочка лорд и аладочка вот так в рифме практически будь здорова да вот все наши собаки еще дом наши в принципе деятельность на этом мы в этом и заключается чтобы собак привести в порядок подлечить кого-то там социализировать да и найти новый дом и ртышок вон что там спал спал вышел он соломушки весь соломушки вышел вот наши тоже такие рыжулечки рыжулечки еще одна рыжуля у нас дома это юта ну на домашней передержке я конечно к ней сегодня заезжать уже не буду но тьфу 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 уюты хороший шов сухой да хорош алад вот уютки хороший сухой шов и где-то числа 2 3 и надо снимать эти швы мы посмотрим либо насти сама снимет либо отвезем ее в юну и надо будет заказывать онлайн консультацию онколога решать что делать с ее селезенкой и ну по результатам там гистологии цитологии тоже но не лишним будет пообщаться как бы с врачом вот ривочка ривочка очень прекрасно выглядит ли рива набрала у нас массу да такая она стала длинноногая красавица да хорошая такая красивая у нее сердечко на другом боку есть даже до сердечко есть носик такой сладкий хорошая такая девчонка гор гор тоже хороший парнишечка я конечно так руки наверное мы не буду совать прям да все вот ему руки не буду гор серьезный парень характером но очень хорошим такое достаточно воспитанный в опытные руки пристраиваться в опытные руки мияша мияша наши сладкое такое девочка такое она хорошенько кто помнит мне какая к нам приехала до с травмой головы у него было так поперек вдоль точнее наверно да вот так расколот череп час он немножко неровный но все сросло все мы пластин дополнительных никаких не ставили все у нее хорошо собака прекрасная глазки бусинки очень любит людей на принципе свою стадию за агрессию она тоже уже практически пережила и дружит она у нас с лионом на прогулках они гуляют вместе ли он как твоя лапка а зайчонок вот он такой котик котик подставляется погладить хорошенький лиончик да и мой хороший лиону надо будет сделать попросили вторую табличку сделать у нас вон там написано что ли он злый день ой здрасте здравствуйте здравствуйте так лапочку покажи тут раньше там да все не дает показать вот тут у леона значит висит что он злобарина но надо вот здесь вот еще сделать табличку потому что когда люди идут с этой стороны они вот так вот не видят что это за собачка такая тут требует внимания могут руку к нему засунуть но это может плохо закончится хорошенький хорошенький но такой прям может конечно цапнуть да ли он это тебя знаем хвостяры машет так идем дальше здесь у нас и ваш сидит не ваш нас пенсионер золотой наш фон очень тоже прекрасный такой пес очень пойдемте с этой стороны покажу хорошо и с детьми общается и такой вот прям хороший мудрый старый уравновешенный такой вот которым посидеть помолчать обо всем на свете да какую жизнь прожил мы не знаем это мелкая 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 наша новая донара орется я к тебе приду сейчас покажу тебя всем нашим подписчикам ага так яша здрасте здравствуйте яша фу яша конечно я сумму уже показывали это геракл да скажи чё попало говоришь сюда давайте поглажь герыч ты мой сладкий такой сладкий сладкий очень красивый да очень красиво герыч это у нас пошел галцана сейчас фотографировали у нас приехала века я говорила уже фотографировать собак и вот сейчас галцана фотографировали идет идет с фотосессии привет 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 моё сладкий аккуратнее аккуратнее все пошел дальше севара севарушка прекрасная у нас девочка пора и тоже домой такая ладненькая складненькая вся до глазки и подлечили так девочки не ссорить пойдем 10 глазки и подлечили стерилизацию стерилизовали скажи да очень такая красивая девочка это наша северянка из нижнего артска приехавшая здесь у нас прекрасная камал и сабина да вот это у нас сабина картина камал такие вот они хорошечки хорошенькие такие носики так люблю все носики пям 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 да сладкие ребятки здесь у нас итальянская парочка господи боже ж ты мой тебя девочки хотели сегодня причесать точнее не тебя хотели они хотели просто немножко пощипать собаку вот которые так выглядят позорно до сальма почему ты нормальная твой мужик вон бомжеватого вида немножко камала надо немножко пощесать буквально там перышки вот эти вот идем дальше напоминаю что у нас продолжается розыгрыш наших призов розыгрыш будет завтра пройдет где-то наверно после обеда опять же точное время не могу пока сказать зависимости от моей занятости меня заняты завтра будет нормально минут клинику заехать собачу консервы забрать привет джессур джессур красивый майк чудо орешь орет как будто взрослый серьезный пёс он не взрослый он не взрослый он дурында такая маленькая дурында маленькая такая да чё ты меня напугал у нас там ведут Армана ведут на фотосессию а ты меня напугал ой на тебя короче пошла дальше да делар чё он орет под ухо практически дилечка у нас такая девочка красивая хорошенькая наши жопоньки две ай да вот это ай да вот гунча малышечки так почему-то хозяева и не нашлись пока не знаю найдутся или нет уже срок конечно такой какие-то приличные границы уже переходят вот не знаю ну мы начинаем их уже потихоньку предлагать на пристройство если к нам кто-то обращается вон Вика сидит в сугробе в своем привычном позе практически Вика и Арман эй красавчик Армашечка вон такой что Руслан держит Яна там привлекает внимание вкусняшечками красоту наводит Вика с фоторужьем сидит короче у нас процесс отлажен пошла я вот сюда Амира привет 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 где Джалик вон Джалик лежит значит про Джалила недавно спросили как у него дела и он вообще жив ли он а мы в прямом эфире показываем Джалил иди сюда пожалуйста Джалил Джалик короче мы всех показываем в эфире наших подопечных поэтому смотрите пожалуйста внимательно эфиры если у нас кто-то становится вдруг неживой мы об этом публикуем день в день ну-ка Здравствуйте Здравствуйте нам тут спрашивают как у вас дела а Джалил как у вас дела все нормально да все нормально все нормально мой хороший мой хороший вон Амира Джалик да зайчик зайчик лентяй ты просто да просто лентяй наш йогуртовый король любитель йогуртов и прочих вкуснях да Амир дверь у тебя чуть нету да выходи пойдешь выходить да ты моя сладкая вот они такие хорошенькие хорошенькие такие детишечки наши все вот они такие прекрасные Джалил давай или туда или сюда Джалил мне надо дверь закрыть все двери закрываются осторожно двери закрываются да куда ты лезешь все Джалил ты чего вы здесь выходи давай о господи вышел вышел погулять ты моя сладкая а где лоша ваша а вон лолошку закрыли сейчас мы ее откроем или не откроем не знаю что ты в меня откликаешь взад а Амирка мои сладкие ребятки такие сладкие хорошкие такие лапочки так нет 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 мне тут уже в прошлый раз шнур порвали сломали все у меня нет много денег на шнуров все все красавчики я пошла дальше так можем подсмотреть как у нас проходит фотосессия хватит пихаться пожалуйста подождите он сейчас с Григорием пищать будет нет не будет он повернулся попой Арман что здрасте ой сладкие такие какая фотосессия мы тут рядом с тобой слоники короче Арман хочет фотографироваться задом все что я поняла ну и нет вкусняшек нету вкусняшек ай 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 господи Амир ну мой маленький ну и хорошенькие ребятушки так идем дальше а пойду я Лолу вызволю то Лолонь там сидит у нас закрытая так папочки все ну-ка ну-ка Арман перебазировался поближе кс-кс-кс-кс-кс мяу-мяу-мяу мяу вот так это обычно тоже работает еще помяукать попищать пошуметь постучать чтобы они ушки свои навострили чтобы были у Лолоши сидит чтобы короче были красивые фотографии сейчас я тебя вызволю сейчас лол давай закрыли закрыли тебя да ой лавоши закрыли привет привет бусинка привет моя хорошая что тебя закрыли чтобы не ползала по мокрому а ты не ползай лол не ползай встань ты же можешь ходить нормально лол лол давай вставай лапами вот ну лапки вставай давай не придуряйся ты можешь ходить мы все видели все знаем да вот он такой зайчик она такая зайчика наша лолоня лолоня эй зайка красивая рыжулинка тоже такая малышка малышечка вот она какая ласковая вот она ласковая девочка хорошенькая все пошла и дальше у меня еще остался целый ряд с двух сторон угу так сейчас я веду отсюда все лолош гуляй сейчас закроемся подождите все пока идем дальше так вика сидит скучает собачку не увели и вика такая все ты закончилась а да вика закончилась но мы с этим не согласны сколько у тебя еще осталось собак ну ты справишься ты справишься я верю так вот у нас фотограф умирает 30 декабря облачка облачка наше ездил недавно на прием к дерматологу вот скорректировали немножко схему лечения и собственно уехали у вас в аясе с облачком у нас теперь будет это происходить постоянно лечение не лечение а знаете как ну то есть не будет такого что все облачка выше выздоровел все прошло как бы нет все теперь этот процесс будет постоянным постоянной корректировки терапии чтобы у него поддерживать более-менее его кожу и шерсть вот так облако покажись покажись вот он такой но он уже более-менее брос конечно если вы помните что было сейчас он уже более-менее выглядит прилично вот мансурчик мансурка лежит мой хороший там он отдыхает пластичек привет привет мой хороший ай за султаном здравствуйте здравствуйте мои хорошие вон султан там кто видит его да вот он сидит привет черно-белые ты все такая же тумбочка или похудела чутка а ай за или чутка похудела ой зайка султашка ну идем дальше любимец публики феникс иди сюда дратати дратати привет давай я тебя этой рукой поглажу мой зайчик такой хорошенький феня да феня сладенький в конопушечку шлеечку тебе постирали или новую одели фень мой зайка моя зайка ай хороший сказать про феникса слава богу нечего новостей особо нет он мне кажется артур идет судя по лая с той стороне мне кажется ведут артуры на фото сессию вот у фени новостей слава богу нету все стабильно плохо что домой конечно его не забирают ну это не самые плохие новости были бы в его случае да зайка рыбка рыбка она пушка артур достаточно сильный парень и так руслан с артуром получают красную карточку все запротоколировано все ваши подписы на дерево а кстати дерево обратили внимание что у нас все елочки наверно плохо отсюда видно все елочки крашены новогодними игрушками вот сейчас будет артур фотографироваться артур классный мощный красивый здоровый пес вот идем дальше что-то здесь шумно что-то здесь шумно привет и манчик и монтик дайте поглажу айк там на фоне так скажешь на артура ну да встал айк быкует быкует маленький дерзкий пирожок эль а ты чё бухтишь ты чё бухтишь ты же нормально к парням нормально к парням чё ты а чё такое хорошая наша девочка красивая такая элечка красивая все они красивый сам бур у нас красивый бой вообще сладкий розовоносый пирог до сладкий розовоносый пирожок идем дальше или за компанию на букву и марияша марияш да не ярче привет 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 все-то на меня больше не буквально слава богу слава богу год почти прошел здравствуйте конечно конечно к тебе шла иди сюда такие они все ревнивые внимание на себя переключают ахмат 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 успели Сегодня надо снимать будет в полгодке красной. Надо ему сегодня снимать будет дренаж. Да, зайчик? Дренаж тебе надо будет снимать. Такой прекрасный. И колпак. Ну, хотя и колпак пока, наверное, не факт. Снежечка тут сидит. Снежечка красавица такая, да? Хладели девочку. Это кто у нас тут быкует? О, здравствуйте. Здравствуйте, мы с вами не знакомы. Ну, по-моему, вы решили в матрас распетрушить, да? Или ты его вытащила погулять? Расскажи нам, как у тебя с матрасом дела. А? Донар. Это наша новенькая девочка Донара. Значит, у нее история какая? Привет, Свет. Да. Донара у нас молодая. Молодая еще, да, годик ей. Годик девочки. Значит, ее подарили. Я писала пост, ее подарили. Хозяин все это время там то по командирочкам, то еще куда-то. Понятно, что она одна сидела на участке, скучала. И ее, ну, там она начала пытаться побеги совершать. Ее посадили на цепь. Тут маленькую будку, которую вы видели в посте. Вот она такая сладкая девочка, видит меня первый раз, но это не значит, что она так ко всем посторонним будет на своем участке реагировать, да, зайка? Вот такая вот она красивая, хорошая такая, сладкая. Мне кажется, ей прям очень здесь нравится, потому что она сидела, сидела она одна, одиношенька там, да, на участке, вот, и могла даже быть не кормлена до самого Нового года. А сейчас она, такое ощущение, что ей так все интересно, будь здорова точно, как, знаете, в пионерский лагерь приехала, такая, о, друзья, о, движуха какая-то. Вот, мне кажется, как-то так она себя ощущает, себя ведет. Вот, девочка белой тигрового окраса, очень красивая. Отдавать будем, конечно же, стерилизованная, вот, ни в какое, ни в разведение, никуда она не пойдет. Вот, это наши правила, вот, такая вот хорошая, прекрасная Донара. Саирка, привет, привет, мой хороший, как тебе соседка, а, как тебе новая соседка? Шумновато, скажи, да, немножко, шумновато, малыха. Мой зайчик такой, сладенький такой. Алин, поверь мне, всем северянам у вас очень нравится, по сравнению с нашими передержками в городе, у вас они максимально довольны. Ну, надо полагать, да, у нас санаторий на уровне. Да? Тебе тоже нравится? А, Донар? А ты лапу умеешь давать? Дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу, дай лапу. Вот, она дала лапу, молодец, ой, какая молодец. Неудобно там ей немножко сидеть, конечно, скользко, а так, видите, лапочку даже дала. Прекрасные собаки у нас. Аишка у нас была после операции, вот, у нее футболочка и жилеточка на ней. Да, Крош? Хорошая девочка. Ты моя сладкая такая. Аишка. Аишка, Налка. Налочка, привет. Привет, мое солнышко. Как твои дела? Как твои дела, зайка? Все хорошо, скучала? Ты скучала по мне? А, красавица. Да, красавица. Идем дальше. Еще одна красавица. Весмина. Привет, Ясь. Привет, мой хорошенький. Тоже хороший такой носик розенький. Славная девочка. Кингуся. Добрый день. Артур пошел с фотосессии. Ой, с Элькой там понюхался. Короче. Идем дальше. Все шумят сразу. Алсан, привет. Мы видели тебя на фотосессии. Да, ты был красив как бог. Красив как бог был просто. Да. Мой сладкий ребенок тоже. Мы периодически заглядываем ему под жилеточку. Смотрим, как у него мяско там нарастает. Ну, я не могу сказать, что динамика ярко выражена, но она есть. Да? Бачка у нас нарастает. И идем дальше. Амур. Привет. Ты тут сливаешься прям со снегом. Да? Сливаешься. Тебя почти не видно. Медвежонок северный. Хорошенький такой. Еще у нас пятнышко. Кнопка волшебная. Пям-пям. Да? Дай кнопку. Пям-пям. Такой вот красавчик у нас Амур. И вот такой красавчик Галсан. Все они такие хорошие. Господи, боже мой. Здрасте. Здравствуйте. Арман наш красивый. Брат Ирлана. Да? Арман брат Ирлана. Мой хорошенький. Давай поглажу тебя, конечно. Не жмурься. Не жмурься. Никто тебя обижать не будет. Хороший очень пес. Несмотря на то, что ему 9 лет. Недавно исполнилось. В сентябре. Он прекрасно себя чувствует. Прекрасно выглядит. Очень уравновешен. Да? Очень уравновешен. Жаренька такая. Вот он. Такой сладкий ребенок. Сладкий. Найт. Привет. Привет, Найт. Как дела? Найт. Он такой сладкий. Тоже такой хорошенький ребеночек. Все они такие хорошенькие у нас. Дратайте. Дратайте, парочка. Гусь да гагарочка. Да? Рокси. Шмокси. И во храм. Рокси, Шмокси. И во храм. Да? Вот такие они у нас. Золотые. Золотые собаки. Кто-то в переносном смысле. Кто-то в прямом. Да? Хорошечки такие. Хорошенькие. Вот у нас идет уборка. Рабочие убирают какахи на выгольнике. Вот. Вот у нас лужи. Видите? Прям капец. Капецкий капец. Прям 30 января. Не иначе. Прям вот видно, да? Новогодняя погода. Так. Это у нас Умар и Герда. Умар и Герда, наши зойки. Хорошенькие. Да? Хорошенькие такие. Парочка тоже прекрасно. Широ орать будет. Широ, ты будешь орать? Давай, давай. Передай. Вот она. Молодец. Мы рады тебя слышать, подруга. Все стабильно, все хорошо. Привет. Привет, мой хорошенький Кубатик. Да? Кубатич мой. Айдынка. Привет. Привет, мой сладенький. А где твои игрушки? Снег растаял, а игрушек нет под снегом. Почему? Здесь у нас... Привет. Думает, думает. Да. Артур приехал знакомиться. Артур с Артуром знакомиться? Да, но я вижу, пока с Дакаром знакомиться. Только драсьте. Драсьте, ну, с хорошим. Дакар нашел, наконец, себе большого человека, на которого можно встать. Да. Это так колофонно. Теснотый такой. Дакар, покажись еще. Покажи, как ты на Артурчик опираешься. Нет, не на меня, я упаду, а? Лапуточку с вами. Давай. Вот, и даже не выше. Выше, выше. Выше? Он когда с вытягиваться, подходит рядом, встает, на задних ногах выше. Артур, а у тебя какой рост? Вот так вот, на цепь. У тебя какой рост? Метр 95. Значит, у нас Дакар 2, да, наверное, когда встает? Вот такой. В полтора раза больше Юнона, если что. Я когда-нибудь вычитала, наверное. Привет. Привет, Артурио. Вот у нас Артурио. Ой, да этот Артурчик у нас сейчас был на фотосессии. Мы видели, наблюдали за ним. Красавец-мужчина. Да, Шах? Привет. А! Чего? У меня Грей поел врачей в клинике. Да ладно. Класс. Грей пожрал врачей, слышите? Короче, у нас у Оксаны собака лежит в больнице, и вот он поел врачей, значит, все хорошо. Душевная, душевная, она врачей. Значит, пациент скорее жив, чем мертв, так сказать. Да, Шах? И что, они его выписывают? Да, и сами приезжайте, как вы вместе с ним, домой забирайте, завтра привозите. И так и буду катать. Да. Ты поехала? Давай. Давай. С Новым годом. Че? Можем привезти, вы можете? Я взяла на море. Я взяла на море. Рассказывай, рассказывай, как твой Грейс снял колпак. Почему? Наташа, почему тебе стыдно перед Артуром? И перед каким именно? И перед каким именно? Да, Наташа Цезарь написала, что тебе стыдно перед Артуром. Что-то произошло. Да, даже он же пожрал. Жаранул, да? А, в доме, да. А, да, да, да. Эй, Маджар, панда наша красивая, иди сюда. Выйди сюда, Маджар. Нет, все, он не хочет смотреть, тут какая-то движуха, он туда смотрит. Маджар наш. Эрлан, брат Армана, да? Эрлан, брат Армана, они оба большие, Наташа. Мы сейчас выяснили, они оба большие. Ну, мы поняли тебя. Извинения приняты. Можешь не стыдиться. Артур добрый, все забыл. Да? Артур, давай, Оксанечка. Показать врачей биоконтролю. Ага. Ты зайка, да? Зайка, волчочек такой. Ну, хороший. Это у нас Арес, чемпион по долгам. Чемпион по долгам. Да. Ой, что это у нас тут за пушнина такая пушистая? Пушнина пушистая. Ты мой хорошенький. Хороший мальчик. Такой персичек наш. Ау. Ага. Хорошо. Ох, господи. Алтай, привет. Привет. Алтай. Чандра. Чандра, кстати, мы сегодня тоже выяснили, что она... Выяснили, что она похожа на Сансару по комплекции. Ирина Григорьевна! Юно! Иди сюда! Малышка моя. Слушай, Юно, мне кажется, что-то Чандра как будто чересчур. Да. Мне не нравится, Чандра. А, мы уже поговорили. И что поговорили? Её надо везти, но у неё пул там же давно такое висящее. Ну, оно более чем висящее, по-моему. Её, на любви-то не есть. Более у неё сальник выпал. Что-то выпал. Надо везти, у него прям... Он приедет или что? Когда? Он сегодня взят и поедет. Она уже давно такая. Нет, я видела, что она больше, но ещё ничего. Она прям... Она да, да. Липосаксон это делал. Нет, ну оно... У неё упругое, но такое как бы живот. Ну, живот, живот. Я её в среду уже тоже щупала. Я подошла, она вообще идёт и вот так вот у неё заболтается. Она тогда ещё на фотосессии вот так сидела, а у неё тут лежала. Она этого не похож на Кушинга? Спина прогнутая, да? И спина, и живот такой, да. Кушинга кажется, очень похожа. Надо её вести на ТО. Потому что... Потому что Кушинга... Главное у неё вот здесь... Стой! У неё вот здесь вот ребра прощупаются. Ну а что, они прикушинги не помирают же. Слышишь, ребра прощупаются и позвоночник, всё. То есть оно прям вот так вот... У неё... Вот то ли у неё после двух заворотов мышцы никакие, они вообще не держат. Сказай. А она какая-то нормально? Там не искапится и да. Ну как-то уж нормально? Да. Как вы какаете, женщина? Расскажите нам, пожалуйста. Замечательно. Спасибо, Ирина Григорьевна. Мы вас услышали. Чандра, а ты? Ой, пошла я дальше, в общем, весело. Дина у нас была недавно тоже у врача, у Динки. У Дины, значит, она опять начала прихрамывать. У неё раньше была терапия, назначена раз в полгода, а сейчас уже этих полгода нам не хватает. Ну вот, провели ей, значит, обследование. Врач сказал, что у неё артроз абсолютно вообще всего, чего можно. Прописали ей тракоксил, а тракоксила нигде нет. Его просто нигде нет. Можно заказать там через заграницу под заказ, но это две недели. Вот, поэтому мы бы хотели, конечно, занять, может быть, если у кого-то... Ну, я делала в сторисах объявления, никто не отозвался, что нам могут дать остатки какие-то тракоксила 75-го. Вот. Будем сейчас заказывать. Может быть, кто-то нам выдаст в долг до заказа, например, если у кого-то есть какие-то заначки. Ну, да, чтобы Динке немножко облегчить её страдания. Торин. Торин, мой зайчик-волчоночек, приветики. Привет. У меня вот остаточек маленький есть. Будешь? Не знаю, куда ты берёшь. Нормальный, наверное, да? На. Ой, молодец какой. Айми. Айми, здравствуйте. Здравствуйте, мой хорошенький тигрёнок. Как Байсала у нас. Говорят, у Байсала вот лапа опухла. Здорово. Здорово. Ну и что у тебя с лапой? Надо записывать его к хирургу. Что у него с лапой, опух, сустав. Ну и так, пошёл на трёх лапах. Капец. Какой-то капец. Новогодние праздники нам не пережить. Без хлопот. Вот. А сейчас будем записывать, видимо. Ну, в посте, конечно же, напишу потом всё. Маленька. Маленька, ты моя рыбочка, да? Ты моя рыбочка сладкая такая. У Рокки там часа Нина идёт, да? У Рокки спа, что ли? А? Спа? Рокки. Ты моя сладость, любимка, да? Кто-то ещё там сейчас был безобразный бомж. А, этот... Бруно, не хотите почесать? Мы думаем, как получится. Получится, конечно. Ну, разденет вас немножко. А, ну... Ну, Лена, я сейчас заканчиваю эфир, можем вместе. Можем так же. Бруно там, Камал, как бомжи сидят. Персик, в принципе, бомжеватого вида тоже такой немножко. Но вы сильно не усердствуете. Да мы чуть-чуть. Ага. Страсти вот эту снять. Да. А то у Кульдора, красивый мальчик, выглядит некрасиво. А так нет, пускай ещё что-то. Да. Мой брус. Рокки, не затопчи, Оксана, она нам будет сейчас ужин готовить. А то голодных нас оставишь. Да, Рокечка? Чего мой сладкий такой хороший мальчик? Когда я всё пришла, без всего, что ли? Да, без всего. Я сама как всё. Нет, мы так не работаем. Нет, так не работает? На, скажи, давай, кормим меня. На. Фу, пух свой не ешь. Весь в пухуя. На, Рокки. Рокки, на. Ай, ай. Ты чё, блин, подлая, не сказала, что он с руками жрёт. Нет, он нормально ест. Ага, он мне сейчас... Смотрите, верите, что он нормально ест? Хе-хе-хе-хе. Да, ладно? Ну, шучу я, шучу. На. Это, скажи, я просто очень был голодный. Голодный был. Роконька. Аккуратно. Аккуратно. Скажи, наговоры всё на меня. Всё, пошла я дальше. Остались у меня вон те прекрасные парни. Тарик и Янар. Вот. И... А, и зайду сейчас в дом. Девочки, а где Афина сидит сейчас? Афина. А, да? А что Гуля спрашивает? Она говорит, там никого нет. А значит, там Афина. Сейчас мы зайдём к Афине. Афина у нас после операции. Вот. Вообще на лапку не наступает. И там в районе плеча делали. Операцию ставили имплант. Вот. Собственно, наши красавчики, мальчики. Тарик и Янар. Янар нифига, короче, не набирает цвет с этого. С добавки пищевой. В прошлом году он был такой прям аж бордовый. Да? Вот как на голове. Поярче даже. Фуф, вообще. Янар, что с тобой? Что с твоей шубой? Ну, скажи, пожалуйста. Что с твоей шубой, мой хорошенький? Прозвонился. Мальчик с сердечком на голове, видите? Эй, поверни избушку свою. Привет. Привет, красавчик. Тарик очень красивый парень. Да? Красивый, молодой. С характером. В опытные руки. Да, зайка? Вот он такой хорошенький. Все, пойдемте к нашим болезням, так сказать. Сейчас лайк пока сфотографирую вам. Ой, сфотографирую. Он говорит, а, ну к Муфику можем еще зайти. Но я боюсь очень на самом деле заходить к Муфику, потому что давайте я Муфику лучше в сторис покажу, потому что к Муфику, когда в последний раз я в дом заходила, у меня птифир весь там не отвалился, там что-то со связью не очень, поэтому давайте я лучше потом сториски сниму с Муфиком, у него все хорошо. А может быть, он сидит на терраске, я его сейчас через окошко покажу. Сейчас посмотрим, пока я иду в дом. Так, сейчас покажу. Кукусики. Это Джефф. И лапик наш спит. Наш хороший. О, кто пожрал колпак? А, лапик. Смотрите, что у него с колпаком. Чтобы вы понимали, колпак стоит примерно рублей 700, а то и больше. Вот, и они нам нужны очень часто из-за таких вот вандалов. Колпаки можно также нам помочь доказать. Жесть просто какая. Какая жесть, ты хоть все зубы там не поранил, а? Зубы, десна. Колпаки можно тоже заказать на Ватберс, на Озоне, на Яндекс.Маркете. Просто на наш адрес мы скажем, куда нам удобнее. Вот. Размер нужен 30-35. Да, солнышко? Ты, моё солнышко. Ты, моё солнышко. Хорошенький лапочек. Зойчик. Так, здесь у нас всё как обычно. Корма, лекарства. Написано, у кого какие манипуляции. Вот, что-то Гуля уже там наготовила. Колбаски. Таблеточки разложены. Мисочки помыты. Вот. Что у нас в холодильнике в собачьем, посмотрим. Что-то есть. Фарш. Всегда. Это тоже вкусняхи. Фарш, ливерка, гречечка, курочка, лекарства. Так что, когда к нам приезжайте в гости, можно тоже привозить и фарш, и ливерку. И всё остальное. Это подгоны четыре лапы. Акция Добролап была. Вот. И нам передали вот такие вот подарочки для собак. И не только для собак, для котиков тоже. Но у нас тут харчуются пару котов, поэтому кошачьих кормов, в принципе, тоже найдём, куда его применить. Вот. Сейчас попробую снять муфика, если он на террасе. И зайду к афинке. Буду тогда с вами прощаться. О, пуфик спит. Видите? Наелся и спит. Да? Пуфик. Всё, я к нему не пойду. Ну, муфаса официальная табличка уже у него в доме. Всё, я надфоткали? Да. Надо, надо. Ага. Да, давайте. С него тоже колпак надо снять. Фоточки красивые. Попробую девочке сделать. Вот. Очень скользко. Сейчас доковыляю до афинки. Афина же там, да? Ага. Сейчас доковыляю. Вика устала. Довольная, но счастливая. Да? Счастливая же? Очень-очень скользко. Согласна со мной. Так. Иду к афинке. Иду к афинке. Нашей картинке. Привет, пацаны. Привет. Пледы пригодятся, да, Наташ? Где наша девочка? Вот она спит. Афина у нас глуховата, поэтому она особо не реагирует. Реагирует. Да? Здравствуйте. Здравствуйте, моя кошечка. Лапонька у нас совсем очень жалко. Афинку. Вот. Собака прекрасная. Жалко, что ее так никто не заприметил. Вот. И дожила она до онкологии. Бедняжечка наша. Вот. Все отдыхает. Сегодня утром она гуляла, я видела, приезжала. Лапочка сейчас заживет. И будем надеяться, что все хорошо. Вот. Все. На этом я наш прямой эфир заканчиваю. Это был последний прямой эфир нашим. В 2023 году. Следующий эфир у нас будет, скорее всего, в следующую субботу. Это 6 января. А 8 января у нас будет день рождения. Ну, будет 6 лет. Вот так вот. Все. Люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok